Друзья, всем привет! Меня зовут Александр Нюк, с вами команда ТВТ Эксперт. Я рад вас приветствовать на обзоре фьючерсного рынка. Сегодня понедельник и мы готовимся к новой торговой неделе. Традиционно начинаем мы с американского доллара, который на текущий момент торгуется вблизи области важной лимитной поддержки. И я считаю, что на этой неделе плавненько цену продавят пониже этой области, что откроет для нас потенциальную возможность рассмотреть шортовую позицию. Учитывая то, что здесь очень много усилий было, ну, выделили покупатели, скажем так, на то, чтобы удержать и пробить цену повыше. Но в последнее время мы видим, что эту область прокалывали, то есть особого такого яркого интереса со стороны покупателей здесь уже нет, такого агрессивного интереса. Соответственно, дальнейший проход вниз, закрепление ниже этой области открывает хорошую дорогу дальше на продолжение нисходящей траектории. Видим, что открытый интерес за последнее время плавненько снижается, несмотря на то, что он до этого подрастал в моменты, когда цена росла, когда двигалась вверх. Поэтому дальнейшее снижение открытого интереса говорит нам о том, что на текущий момент у участников рынка нет яркой заинтересованности в движении цены. Европейская валюта на текущий момент выполнила цели предыдущей недели. Соответственно, пока что новых торговых идей нет по этому инструменту. Смотрим на сот-отчеты, которые указывают на то, что фонды закрыли огромную шорт-позицию на текущий момент, ту, которую они накапливали в локальный минимум. Вот здесь мы отмечали, что достаточно... Плюс-минус вот этой области достаточно много было открыто шорт-позиций, и, соответственно, эти шорт-позиции на текущий момент были закрыты. На текущий момент я не вижу ярких дисбалансов, которые можно было использовать. Открытый интерес по сот-отчетам видим, что снижается. Цена пришла к области дисбаланса, поэтому пока без торговых идей. По швейцарскому франку. Швейцарский франк мы видим, что за последнюю предыдущую неделю фонды открыли достаточно много шорт-позиций. 4 тысячи контрактов. Хеджеры, в свою очередь, открыли лонговые позиции. Неподотчетные трейдеры в основном закрывали. Таким образом у нас и формируется дисбаланс, то есть у нас и формируется баланс на рынке. Мы видим, что цена в боковике, пока ничего сильно не меняется. Несмотря на то, что на прошлой неделе все, большинство инструментов двигались положительно, швейцарский франк просто простоял на месте. Это слабость инструмента. Плюс достаточно много покупали в минимум раз. Достаточно много покупали в этом боковике, цена не двигалась вверх. Я считаю, что нас ждет нисходящая траектория по этому инструменту. Даже если все остальные будут стоять на месте, здесь и открытый интерес достаточно высокий, шортовый раз. И достаточно много в лонг залетело. И пока цена не двигается вверх. Соответственно, на выходе этого объема цену будут проталкивать пониже. По австралийскому доллару на этой неделе мы увидим данные по ставке. Рынок ожидает, что ставка не поменяется. 5,5% как было таки останется. Сот-отчеты указывают на то, что за предыдущую неделю фонды как и в лонг, так и в шорт открывались. Напомню, что последние недельки они плавненько-плавненько накапливают шортовую позицию. На это шортовые хеджеры, в свою очередь, наоборот, достаточно агрессивно накапливают лонговую позицию. Соответственно, я считаю, что здесь еще остается потенциал хода для движения вверх по этой паре, по этому инструменту за счет и дисбаланса, который у нас вот здесь был сформирован раз, и за счет того, что оттестировали область, которая до этого выступала серьезным сопротивлением, и выше которой как раз и начала развиваться тенденция. Поэтому я считаю, что еще один заходик, еще одна реакция будет. По новозеландскому доллару никаких торговых изменений нет, здесь и в соточетах никаких ярких изменений нет. Мы видим, что на росте цены открытый интерес растет, это круто. Закрепление выше вот этой области, это тоже круто. Я считаю, что мы еще постоим некоторое время вот выше этого боковика, и после этого будем развивать тенденцию вверх, когда американский доллар сделает установление нового своего минимума. По канадскому доллару степ-бейстеп вижу смысл накапливать лонговую позицию. Это апдейт с пятницы, сильно ничего не поменялось. Соточеты указывают на то, что фонды накапливают лонговую позицию, закрывают шортовую позицию. Мы видим, что у нас здесь и серьезное расхождение на текущий момент происходит, и открытый интерес особо сильно не меняется за последнее время, хотя цена плавненько продолжает свое снижение, но открытый интерес я бы не сказал, что очень сильно вырос, буквально тысяча контрактов выросли. Он снижается в целом, динамика снижения открытого интереса на падающей цене, что говорит о потенциальном развороте вверх. По британскому фунту открытый интерес растет на росте цены. Соточеты нам указывают на то, что фонды плавненько сокращают свою лонговую позицию. Неподотчетные трейдеры, наоборот, берут эту позицию. Я считаю, что в ближайшее время фунт покажет самую яркую динамику по сравнению с остальными инструментами за счет того, что показывал высокую силу, большую силу, был сильнее рынка в момент, когда американский доллар рос. Японская иена, здесь пока ничего интересного, кроме того, что открытый интерес дико растет. Фонды накапливают, продолжают накапливать шортовую позицию в локальный минимум, но здесь пока нет яркой динамики. То есть здесь пока нет резкого увеличения шортов в локальный минимум. Поэтому ждем такую динамику, как было у нас до этого. Здесь фонды достаточно агрессивно накопили шорт-позицию и у нас за счет этой шорт-позиции сформировался локальный минимум. Пока цена находится ниже области уровня объема за декабрь 2023 года, есть смысл рассматривать шорт-позиции, есть смысл отталкиваться от внутридневных шортовых позиций. Среднесрочно пока не спешу формировать торговые идеи. Нефть тоже без особых изменений. Пока мы находимся выше области вот этой дивергенции, дикого дисбаланса, который был сформирован, есть смысл рассматривать лонговые среднесрочные варианты и лонговые среднесрочные торговые идеи. Учитывая еще то, что в ближайшее время это высокий сезон для нефти где-то до апреля месяца. По золоту вижу смысл накапливать шортовую позицию с учетом того, что фонды покидают лонговые позиции. В первый раз инфляция потихонечку, но все-таки сдувается, это два. И на текущий момент новое цифровое золото, это биткоин, также берет на себя часть спроса. Я считаю, что по золоту в ближайшее время еще и сезонность на это указывает. Нас ждет не супер яркая динамика, поэтому есть смысл накапливать золото в шорт на плюс-минус тех же отметках, которые я обозначил. В это же время есть смысл фиджировать себя покупкой серебра в моменты, когда у нас появляются точки спрайда. В принципе, когда открывается шорт по золоту, есть смысл взять небольшой лонг по серебру. Небольшой это эквивалентный в долларах за счет сезонности, который указывает, что до середины марта серебро показывает более яркую динамику, чем золото. У нас как раз и получится парный трейд, у нас и получится возможность поработать на сближение по этим инструментам. Основная идея это, конечно, заработать на лонге по серебру, а шорт по золоту как раз коджирующий. Пшеничка, медь, ничего интересного. Газ, начался небольшой отскок. Ну, в принципе, здесь можно попробовать, учитывая то, что уже вроде как сформировали дно. Шортовые позиции продолжают увеличиваться. Со стороны фондов это все в минимум, за счет шорт квиза могут вытащить цену. Но это более спекулятивная история, не среднесрочная, точно. Крипта. По крипте шорт приоритет по битку сохраняется, учитывая то, что до холлинга осталось еще не так много времени. А у нас уже открыт интерес, вот как плавно снижается. Раз. Притоки в ETF сильно замедлились. Это два, но они пока еще есть. Леверидж в рынке еще есть. То есть, леверидж я имею в виду, те, кто брали стейблкоины для покупки крипты. Там еще достаточно много, хотя немного пар выпустили. Но еще пару миллиардов висит в долгах. Это второе, третье. И сезонность, которая указывает, что перед холлингом, прям за несколько, ну там за 20-30 дней до холлинга, биток в основном снижается. Потому что этот нарратив уже как бы в цене. Вот, соответственно, эти все факторы могут повлиять на то, что просто биток сильно расти не будет. Сейчас основной нарратив это то, что, о, ETF на эфир запускают. Соответственно, ETF перформит. Эту идею уже отработали. В этой идее, ну, возможно, есть какая-то еще альфа, но осталась совсем ограниченная. Вот, я считаю, что если все ближе к принятию ETF на эфир, будут многому солить. Основной потенциал будет как раз в Рипле, в Солане, за счет того, что... А кто следующий? А кто следующий? Вот, никакие не DeFi проекты, правильно? Никакие не токены на базе других. Ну, L2 точно решения нет. Соответственно, это вот что-то такое, новый блокчейн, один из блокчейнов типа Соланы, либо Ripple, который уже как бы вроде белый и пушистый. Ну, короче, я считаю, что основная идея будет там. Соответственно, чем больше мусолят тему с эфиром, тем больше есть интереса присматриваться к лонгу по другим инструментам. Биток пока без лонга. Есть смысл рассматривать шорт направление. И фондовый рынок. По поводу фондового рынка, мы видели пятницу, слабое закрытие, особо не продвинули эту тенденцию. Я считаю, что эффект NVIDIA, он уже прошел, он уже в цене. За выходные участники рынка пересмотрели это все ожидание. И у нас в ближайшее время ждет нисходящая динамика по этим инструментам. Учитывая то, что основной индекс, основной драйвер последнего роста не вырос. Сильно выше своего локального максимума. То есть даже закрепиться выше хая не удалось. Короче, шорт приоритет по фондовым индексам на эту неделю и в принципе на ближайшие две недели точно. Буду рассматривать шортовые позиции как на три дня, так и более среднесрочные. Если будут появляться вот подобные контратаки продавцов, от них есть смысл рассмотреть шорт позиции. Давайте сразу и себе обозначим, что у нас здесь шорт приоритет по этому инструменту. Да, есть смысл накапливать плавно для среднесрочной позиции, но с фиксированным риском. Индексы шортить это слабая позиция чаще всего в большинстве промежутков времени. Рассел против СНП либо Насдека хорошая идея. Франк против японской гены стоит на месте, как будто кардиограмма. Так, индексы окей. И британец против австралийского доллара тоже особо сильно ничего не происходит. Небольшой откатик пошел. Всем спасибо за внимание. До встречи в, я думаю, в следующий понедельник. Подведем итоги торговой недели и сформироваем новые торговые идеи. Если будут вопросы, комментарии, welcome. Внизу под этим видео поставьте лайк, если узнали для себя что-то новое. И отвечая на вопрос предыдущей недели, который был задан в чатике по поводу бэктестирования, то есть два варианта провести бэктесты. Это либо на ценах закрытия определенных таймфреймов. Это можно сделать практически на любой платформе и на ТВТ в том числе. Либо по ценам тиков. Если нужно что-то вот прям супер детализированно сделать, это можно на супер небольшом количестве платформ провести. ТВТ сюда как раз входит окно и market replay. Торговый симулятор. И можно отторговать, отсмотреть абсолютно супер много всего. И супер детализированно. Всем хорошей недели. На связи.